Спасибо за эксклюзивки. Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Добрый день, там есть, конечно, такой дождь прошел, там реально душ принимать не надо. Это под Москвой, да, нет? Это проморский корпор на худочка. Ну, конечно. Срочно. 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 Спасибо. Да, что-то тут удивляться у нас бывает. Солнце светит и гром. Спасибо. Добрый хам. Добрый хам. Мне тоже нравится, когда дождь идет, но куда нет молнии и грома, потому что я трусиха круче. Особенно когда ты одна дома сидишь. Тут молнии сверкает, гром. Еще самый страх это если вдруг отключать свет. Там вообще капец. Спасибо за эксклюзивки. Привет-привет. Да я представляю как это больно. У меня тут иногда бывает машинка стиральная бьет. Мне уже больно. Тут молнии обтели. Чувствую я бы коньки сразу отбросила. Ощущение приятное было. Ну да, ну да. Я тут как-то электрошокеров случайно гуляла с компашкой. Ну и пацана был фонарик с электрошокеров. Он встал около меня, баловался, короче, прям в ляжку мне. Я как рванула просто от страха. Они ничего понять не могут. Я бегу просто от испуга, короче, рванула, куда глаза глядят. Меня догоняет, что случилось. Я стою, мне глаза обещали. У меня такой синяк на ляжке был. Привет-привет. Вообще не смешно, ну. Это еще циточки. Мне же хоть синяк хотя бы 3 дня держался. У меня друг уехал как-то в Китай. Ну вернулся такой, я в магазине работала. Но я не знала то, что он приехал. Ну заходит, а я стою около прилавки. Он мне такой, привет, Натаха. И у него такая здоровая ладошка. Прям в 2 раза, наверное, даже в 3 больше, чем моя. И он мне поляшки пингвизданут. У меня отпечаток его руки 2 недели держался. Синий прям. Привет-привет. Капец. Все равно вся вот эта вот боль, то что тебя бьет током, там еще чем-нибудь. Потому что ты ломаешь себе там какую-то кость. Это все цветочки. По сравнению с тем, когда ты рожаешь. Там реально, там как будто тебе все кости ломают. Ломают одновременно. Ой, спасибо за эксклюзивку. Спасибо, Кит. Спасибо. Спасибо, Кит. Нормально, нормально. Я тут как-то тоже лампочку была в гостях у сестры. Она, короче, жила в этом, типа, короче, гостинково. И у нее, короче, лампочка перегрела в коридоре. А у нее дверь, короче, была прям в самом конце. Естественно, темно. Я так говорю, давай я включу. Она говорит, да я бы уже дон-дон-дон-дон бы включила. Просто говорит, я не знаю, где у нас выключатель находится. Спасибо за то, что покормил Дина. Ну, я так говорю, ну и ладно. Говорю, лампочка уже остыла, что? Полезла меня как шандарахнула. Я с этого стула грохнулась. Лежу, угораю. Как бы больно не было, просто испугалась. Зато вкрутила. Ты хоть на диван, а я на пол. Еще и со стула. Спасибо. Спасибо. Да, мне не повезло. Лично в глаз попало. Да, это самое главное. Как мне говорят, что я в рубашке родилась, потому что я как-то работала в китайской кухне. Короче, ехала просто на велосипеде, такая спокойно, сопочки спускаюсь. У нас два поворота, короче, было. Один на пятиэтажку, а второй на базового дыхания. Ну, я еду, никого нет, всё. Тут резко вылетает машина, меня сбивает. Я в одну сторону велосипеда, в другую, короче. И ничего, водила, даже не остановился. Это хорошо, мимо просто отдыхашки проходили, подняли меня. Ну, я такая встала, как ни в чего не бывало. Села на велосипед, проехала чуть-чуть, тут останавливаюсь и чувствую то, что капец. Смотрю, у меня все локти, всё лицо, просто столько крови. Я ещё крови боюсь, я вообще не знаю, как я доехала до дома. Ну, потом ходила, у меня все ноги переминтованы, и были руки. Так что чувствую, я просто застрахована. Нет, у меня, походу, как у кошки. Только уже осталось жизни четыре. Марина, привет. Не гуляли сегодня? На улице такая жара, пипец. Випсторм тоже привет. Шторм, привет. Как ваше, ничего? А мы вышли во сколько? Где-то полдвенадцатого, да, Гоша?